Президент Красносельский Вадим Красносельский обратил внимание на розы у школы. У каждого куста таблички с фамилией участника Великой Отечественной. Это жители села, которые не вернулись с войны. Здравствуйте, Алексей Ильич. Подрядчик. Работники школы и директор. А это село Рашков, местная школа-детский сад. Сюда ходят 122 ребенка. Здесь тоже ремонтирует спортивный зал. Рядом сохранилось старое здание школы. Есть идея создать в нем музей. Президент предложения поддержал. Там же история богатая, Рашкова. И будет уголок, герой Советского Союза. И будет и всему остальному свое место. Посмотрите, что там вообще можно. Например, просто своими силами все внутри убрали. Кусор, хлам, подготовили его. Кто, допустим, кровли стоит такую-то сумму денег? И окон. Первый этап, как всегда. Кровлю, сделали его просто. Потом внутренние элементы начинаете выстраивать. В селе Подойма тоже работают строители. Во дворе школы укладывают плитку. Крышу над школьным корпусом отремонтировали. Заменят кровлю и над корпусом детского сада. В планах обновить спортплощадку на улице. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте, детки! Здравствуйте, детки! Здравствуйте, здравствуйте! Спасибо! Спасибо за заботу, за внимание, за добро! И за то, что подарили вам радость и тепло! Спасибо! А ну скажите честно, как вас здесь кормят? Вкусно кормят? Да! Дальше, в село Кузьмин. В садике 11 детей, в школе 41 ученик. По фонду к обложению в здании заменили все окна и двери. Впереди ремонт спортзала, пищеблока, столовой. А вот и школа в Окнеце. Здесь заменили кровлю, окна, двери. Новое освещение в кабинете. Вокруг каменный забор. Двор замостят. Учителя просят построить спортзал. Вадим Красносельский поручил изучить вопрос.